В Центральной городской библиотеке Минигерцена открылась выставка гомельских фотографов Натальи Остапенко и Александры Макаренко. Экспозицию из 20 изящных работ в жанре портрета авторы назвали «Дыша духами и туманами». Каждая фотография воспевает женскую красоту, одухотворенность и естественность. А буквально за стеной в музее автографа разместилась еще одна весенняя выставка акварели и графики Екатерины Мохаревой. Работы легки, прозрачно завораживают своей свежестью, в них нет бурных сюжетов какой-то драматургии. Автор с детства мечтала стать мультипликатором, но жизнь заставила художницу пойти немного по другому пути. Школьное увлечение гуашью привело ее в колледж, где по этому направлению она и продолжила учебу. После Екатерину заинтересовали другие техники, такие как акварель и графика. Сегодня в планах создать книгу раскрасок для детей. Мы на открытии выставки живописи и графики Татьяны Гершгориной. Гомельская художница выставляется в стенах картины галереи Гаврила Ващенко не впервые, однако на этот раз каждая из ее работ сопровождается авторскими, прозаическими и поэтическими строками. Посетитель выставки не увидит ни одного названия картин. Татьяна Гершгорина считает, что это ограничивает зрителя восприятие работы. Каждый волен увидеть нечто свое. Также и со стихами и небольшими рассказами автора, которые разместили возле картин. Тем временем в выставочном зале Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорина свою персональную выставку представила студентка 4-го курса филологического факультета Анастасия Додонова. Экспозиция включила в себя около 200 работ, отражающих внутренний мир автора. Здесь представлены самые разнообразные техники, от простого карандашного наброска до аппликации. Сама автор скромно называет свои произведения рисунками. Есть иллюстрации к стихам и рассказам, созданным также Анастасией. Экспериментальные коллажи и портреты, авторские открытки и стикеры. В арсенале художницы и кисти с акварелью, и маркеры, и гелевые ручки, и карандаши. Посетить выставку можно до 30 марта. Далее анонс культурных событий недели предстоящей. В Гомельском цирке стартовала новая программа «Звездный круист Орелос». На арене дрессированные животные, воздушные гимнасты, жонглеры, эквилибристы и, конечно, клоуны. 19 марта во дворце Румянцевых и Паскевича выступит народная артистка России Ирина Стародубцева. Программа «Страницы милые», которую певица представит гомельскому зрителю, посвящена творчеству русского поэта Афанасия Фета. Начало концерта запланировано на 19.00. В этот же день, несколькими часами ранее, в Белой гостиной дворца, свою персональную выставку презентует живописец Олег Курашов. Экспозиция «Весна начинается сегодня» – это «30 полотен» в жанре натюрморта с цветами. Также 19 марта на сцене колледжа искусств имени Соколовского гомельский симфонический оркестр представит свой новый захватывающий проект «Симфосакс». В концертной программе сочетание совершенно разнообразных стилевых направлений джаза солирует на этот раз один из лучших саксофонистов Белоруссии Виталий Емутеев. И на этом у меня все. С самыми интересными культурными событиями региона вас ознакомили Евгения Кухаронок и Игорь Морищенко. Субтитры создавал DimaTorzok